Знаете, вот в моё утешение, в моё укрепление, как-то сёстры даже спели этот псалом, как раз поддерживая меня в том слове, которое я хотел сегодня поделиться с вами. И прежде всего, давайте скажем вместе, слава нашему Господу. Я приветствую вас всех именем и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Я рад всех вас здесь видеть. Я очень рад, что я здесь с вами. Слава Господу. Это милость Божия. Мы были в эти дни на братском здесь общении. Вы немножко потерпите, что я вот такой немножко нежный, что ли. И Бог все эти общения наши, братские, говорил одну тему, что Он грядёт скоро, возьмёт нас к себе, нам быть нужно готовыми. И вот в Новосибирске, вчера мы были на братском, там также была эта тема, и было такое пророчество, что грядут трудности, не все устоят, и некоторые потеряют веру. Но я даю милость, говорит Господь, и хочу, чтобы ещё люди, чтобы дети Божьи, чтобы Его народ укреплялся. Укреплялся в Его славном и чудном имени. Укреплялся в Его благодати, укреплялся именем Его святым. Слава Господу. То есть это не завтра будет. Я так думаю, что это будет, но Бог даёт время нам с вами быть готовыми и приготовленными. Тема моей проповеди называется «Красота женщины». Может быть, немножко необычная, конечно, и мы привыкли в этих местах в церкви слышать слово «сестра». Но мы знаем, что Бог сотворил сначала мужчину и женщину. И сестра – это ещё не просто сестра, это ещё и мать, это ещё и жена, это ещё та труженица, которая где-то на работе, где-то среди соседей, как хозяйка дома, являет свет Христов и славу Господню. Я не имею никакого желания бросить в чей-то огород камень. Храни меня, Господи. Но хочу действительно показать, пусть Бог благословит и поможет. Те благословения, которыми благословениями Он хочет благословить и украсить каждую душу, каждую сестру, каждую женщину, ту прекрасную половину всего человечества на этой земле. И первое место, которое я приведу из Священного Писания, это записано в книге притчей, 18 главе, 22 стихом. «Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и приобрёл благодать от Господа». Это место Священного Писания говорит, что добрую женщину, ну, надо поискать, друзья дорогие. Я ещё раз подчёркиваю, никакой камень я никуда не хочу кидать. Я хочу, чтобы мы знали, что у Господа есть обилие благословений. И мы пришли сюда, чтобы измениться. И первое, что Он делает, Он забирает у нас сердце каменное и даёт нам сердце плотяное, новое, совершенно иное, чтобы нам быть благословением, быть светом, быть славою Христовой на этой земле. Слава Ему. Пусть Бог благословит. «Я считаю, что мама моя была всегда добрый человек, потому что у нас очень часто останавливались беспризорные дети, какие-то сбежавшие из дома. Почему-то они именно приходили к нам. Где-то она их всегда находила. И когда приходили люди, она всегда настойчиво узнавала, может быть, какая-то у него нужда. Она всегда его хотела накормить. Она всегда хотела, ну, как бы так сказать, чтобы восполнить всякую его нужду. Слава Господу. Это, я считаю, добрая сестра или добрая женщина, это та, которая, ну, не отпустит нуждающегося человека. Она обязательно, ну, как бы сказать, увидит. Это её сердце широкое. Оно не только ласковое, о чём говорили вот на братском служении в Новосибирске, но и это, конечно, великодушный человек. Слава Господу. Следующее место Священного Писания, которое мы находим в Библии, это просто гимн этой прекрасной женщины. 31 глава книги, притчи с 10 стиха. И опять же начинается такими словами. Кто найдёт добродетельную женщину? Цена её выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа её, и он не останется без прибытка. Она воздаёт ему добром, а не злом. То есть не пили, да? Во все дни жизни своей добывает шерсть и лён, и с охотой её работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встаёт ещё ночью и раздаёт пищу в доме своём и урочное служанкам своим. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силу чересла свои, укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие её хорошо, и светильник её не гаснет и ночью. Протягивает руки свои к прялке, и персты её берутся за веретено, за тонкие дела. Длань свою она открывает бедному и руку свою подаёт нуждающимся, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья её одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весоный пурпур одежды её, муж её известеного рода, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывало и продаёт, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежды её, и весело смотрит она на будущее. Уста свои открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке её. Она наблюдает за хозяйством в доме своём и не ест хлеба праздности. Встаёт дети и ублажает её муж и хвалит её. Много было жён добродетельных, но ты превзошла всех их. Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плодов рук её, и да прославят её у ворот дела её. И ещё раз скажу, друзья дорогие, целью, чтобы мне прочитать эти хорошо нам всем известные слова, чтобы мы знали, о чём помолиться. Чтобы мы ещё большую верою подошли к нашему Господу. Ведь как Он любит нас! Как Он любит каждую сестру! И хочет её украсить, и сделать её славою на этой земле, и благословением. Чтобы, как написано, и муж радовался. И дети торжествовали. И всё наше общество, оно жило вот в этом благословении. Пусть Бог благословит веру наших сестёр и всех нас, чтобы вот так молились, молились Господу, что Он силен из ничего сделать великое. Не мудрое сделать светом для этого мира. Слава Ему, нашему Господу! Я прочитаю ещё одно место. Это тоже хорошо нам известно. А потом приведу некоторые библейские примеры сестёр. Это записано в книге апостола Петра, в третьей главе первого стиха. Тоже, наверное, уже очень и очень знакомы слова. Так же и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житиём жён своих без слова приобретаемых были. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенность сердца человека, нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жёны, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Друзья, дорогие! Я думаю, что вот эти слова, они созвучны с теми, которые я только что прочитал. Я думаю, что непросто найти сестру, женщину, которая любит молчать. Которая особенно отличается вот этой кротостью. И вообще я, не знаю, делился, не делился, но как-то в Тегульдете, в церкви, я говорю, я уже как-то однажды проговорился, что вот в Библии, если будете внимательно читать, то практически вы не найдёте, чтобы сестра, написано, жена любила своего мужа. Но наоборот найдёте, чтобы везде написано, везде написано. Где не читаешь, написано, муж, да любит свою жену. А жена, да, будет послушна. И это есть её красота, друзья дорогие. Знаете, я в своей жизни, пусть немного прожил, но видел, как красивых, любящих стоять около зеркала мужья почему-то бросали. Но вот кроткую, молчаливую, добрую и мудрую – это сёстры наши, у которых сегодня мужья неверующие. И ни за что не хотят бросать. Ни за что не хотят бросать. И наоборот у нас Люда рассказывала, не схожу одно-два служения на собрание. А он ей говорит, подходит время, он говорит, давай иди на собрание, ты что-то какая-то уже стала такая раздражительная, злая, говорит. Иди на служение. С тобой уже трудно. Слава Господу, друзья дорогие, как Бог благословляет нас с вами. И я перейду к примеру. Помните историю, когда Иисус привёл и обратил внимание, пример, и говорит, было много вдов в одно время в Израиле, когда был голод на земле, когда не было дождя долгое время. То куда Бог послал Илью? В Сарепту Сидонскую. Это в Третьей книге Царств, 15 главе. Написана эта история. И мы знаем, что когда Илья пришёл к воротам этого города, он встретил эту женщину и сказал ей, дай мне попить воды. И когда она пошла, ни слова не сказа, незнакомый человек, голод на всей земле, могла бы сказать, что она спрашивает, уже три года нет воды. Или кто он такой? Или вообще скрыться от него и сбежать? Нет. Когда она пошла, он кричит ей вслед, друзья дорогие, он кричит ей вслед, и принеси мне кусочек хлеба поесть. И тут она, как говорится, взмолилась Господа и говорит, что у нас всего горсть муки и немножко масла. Я сейчас, говорит, наберу полено, два дров, приготовлю это всё, съедим с сыном моим и умрём. И как бы умрём, а он говорит, нет, только сделай сначала для меня, сделай так, но только сначала испеки опресных для меня. И посмотрите, красоту этой души, этой сестры. И она получила благословение. Она не оговаривалась, она не роптала, она ничто не делала. Другой очень-очень яркий пример из Библии, это, конечно, Мария. Мы читаем такие слова, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге, Спасителе моём, что презрел он на смирение рабы своей. Видели ли мы, друзья дорогие, или увидели ли мы в Слове Божьем её смирение? Не были ли это просто какие-то слова, пусть даже пророческие? Я скажу, что нет, друзья дорогие. Мы читаем буквально вот на следующей странице Священного Писания, что когда Иисусу исполнилось 12 лет, они пошли в храм на служение, и, пробыв там, принеся эту жертву, возвращались домой, и пройдя, когда ему было 12 лет, пройдя день пути, они не нашли Его. Думали, что Он идёт среди родственников, и опять поискали, и опять не нашли. Поставьте себя, сёстры дорогие, на своё место. Эта проповедь у меня родилась, знаете, я, может быть, упустил, буквально исключительно потому, что вот мы были сейчас недавно в детском христианском лагере. И у нас в основном, конечно, труженики – это наши сёстры. Я увидел, что мы все очень выросли. Мы очень хорошо знаем Священное Писание. Мы знаем, как надо отвечать, как говорить, как поступать. Мы можем точно знать оценку каждого, кто как поступил, но когда мы жили там, утром, вечером, днём, ночью, и не один день мы жили вместе, я увидел, что мы, да, вот это вот всё знаем, но нужно так жить. Нужно так жить. И вот Бог положил на сердце именно сначала вот эту проповедь, сначала название «Красота женщины». Я думаю, ну о чём я буду говорить? Как укрепить? Как вот принести благословение? И потом потихоньку Бог стал открывать, друзья дорогие, и посмотрите. Поставьте себя на это место. Мы бы, наверное... Что сказали? Так, куда этот сорванец подевался? Где он есть на самом деле? Он что думает? 12 лет уже. Взрослый человек. Но ничего здесь этого нет. Они смирённо после целого дня, продолжительного дня пути, тут же в ночь возвращаются назад. Идут назад. Всю ночь идут назад. Три дня его ищут. Вот вы бы искали три дня своего ребёнка. И вот вы находите его, и он, конечно, как каждый ребёнок в 12 лет, соответственно ему характеру, возрасту, как ни в чём не бывало, он абсолютно ничего не сделал такого, отчего там родители уже вне себя и сидеют, может быть, или что. Он очень спокоен. Сидит, разговаривает. Сидит, разговаривает. Мы видим, со служителями. Ну и что бы мы ответили? Отец бы, наверное, ещё пару дней назад приготовил бы свой ремень, так скажем, для его выразумления. Мы бы, наверное, когда увидели, и особенно его счастливую улыбку, после трёх дней поиска, я не знаю, сколько они в эти три дня там спали, что они ели, я не знаю. Праздник закончился, все разошлись почти. А, ну вот он ты, наконец-то. Ну вот посмотрите, она говорит, Чада, что ты сделал с нами? Это действительно наикратчайший человек. Это действительно Бог не зря, не ошибся в этой женщине и презрел на смирение её. Она не то, что не нагрубила, не накричала, не обозвала, не там шлёпнула его никак, ничто. Она извиняется как бы перед ним и говорит, Чада, прости, мы не поняли тебя. Я ещё, может быть, немножко так вот скажу, мы отстали в духовном росте, в твоём воспитании. Особенности психологии не выучили еще. Это действительно кратко смиренно. Друзья дорогие, А проходит три года. Мы приходим на гору Голгофа. Ведь она же там. Ей ещё Симеон сказал тебе о самой, орудие, оружие пройдёт душу. Она там не закатывает истерику. Она не дерётся с воинами. Что вы делаете? Невинного человека. Сколько он вам чудес сделал. Ничего это нет. Ничего же нет. Кротко и смиренно. Она не рвёт волосы. Не выкручивает руки. Это пример для нас с вами, друзья дорогие. Как благодать Божия. Как сила Божия. Как любовь Божия. Может приготовить нас ко всему. Может сделать нас способными совершить любой подвиг. Может дать нам способность выдержать, и вынести, как вынесли наши сёстры. Гонения. Тюрьмы. Когда расхищали имение, отобирали, конфисковывали. Детей даже, говорят, отобирали, отдавали в детские домы. И они сохраняли веру и верность. Пророчество было. Некоторые потеряют веру. Господи, благослови. Я приведу ещё один пример. Извините меня, что немножко затягиваю. Это у Матфея в 15 главе. Там мы видим такой пример, как одна женщина, серикофинянка, подходит к Господу и просит, чтобы он исцелил её дочь. У неё великая нужда. Но он не обращает на неё абсолютно внимания. И она кричит. И апостолы уже говорят, но отпусти её. Она же кричит за нами. И он говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Готовы ли мы, друзья дорогие, выслушать вот такое оскорбление, унижение? Я вам скажу, что почему у многих сегодня до сих пор тот же характер, с которым они пришли. Почему у многих сегодня проблемы в духовности, в освящении? А потому что нужно, знаете, признать. Нужно унизиться. Да, я вот уже в пятый раз иду исповедоваться об одном и том же грехе. И надо называть вещи своими именами. Да, я гордый. Да, я похотливый. Да, у меня там те и те проблемы, грехи плоти или ещё что-то такое. Он говорит, нехорошо бросить пса. Она говорит, да, да. Может быть, она не раз возвращалась там. Ну, пёс возвращалась. И она, может быть, не раз падала в свои грехи. Она готова признать это? Да. Она готова унизиться? Да. И человек, который действительно готов унизиться, прийти к служителям и сказать, да, вот, открыть свою нужду, открыть свою проблему, там, может быть, ну, знаете, и блудные мысли, и что-то ещё такое. И он говорит, велика вера твоя. Велика вера твоя. И она получила благословение, друзья дорогие. И Библия говорит, в книге Откровения, я не буду зачитывать там у Тимофея, да, что украшали недорогими одеждами себя, да, от гордости, недрагоценными, а в Откровении написано, что она приготовила себя, она облеклась весом светлый и чистый. И нам нужно, друзья дорогие, быть готовыми встречать Господа. Я вспоминаю лагерь, мы много знаем, но у нас были проблемы, когда мы начали вот так тесно и близко друг с другом жить, со всеми нашими характерами, со всеми нашими нюансами, чтобы мы были готовы там, всегда находиться у ног Господа, вместе, и всегда оставаясь святыми. Будем молиться.